Так, это, назовём это, переписка моей гостевой книги. Ирина пишет, Миколова Анатолию и Глухову Константину. Могу поделиться небольшим, а если интересно, опытом приемки абрикосов, груш в прошлом году. Сад в Богородском районе Нижегородской области пробовал привать с конца марта до 10 апреля. Мартовские прививки прижились на 30%, апрельские на 100%. Ну, вы уже догадались, в марте не было высокодвижения. То есть я тороплюсь сделать вывод. Лучше сместить на апрель. Ну, это мисс собойчик, то есть моя гостевая книга для чего? Мой сайт. Поговорить. Человеки держала в сугробе, достала за 30% до прививки и подержала 30% в снеговой воде. Потом так и ездила с ведеркой на лыжах. От дерева к дереву. Но ведь безумству храбрых. Март, холод на лыжах. Безумству храбрых. Говорю, Ирина, я бы вас расцеловал. Я бы преклоняюсь перед такими людьми. Вот. Знаете, как я таких-то звуя? К сожалению. Вымирающее племя. Вымирающее. Это грустно, но это так. Дальше. Поскольку в прошлом году сельцевых абрикосов подвоев не было, привал абрикосов на сливы натерл. Сливу на сливу, грушу на дичок, грушу и яблоню крону на корневой отводок. Тренировалась, поскольку в первой жизни ночь привычной руки взяла. Ни селька не освежала, поскольку при первом опыте так пришлось сантиметров 5 отрезать. Отрезать – это достаточно миллиметр освежить. И смотрите, как она берегла это сельно. Привалов земли пришлось раскопать снег на 70 сантиметров. Господи, я прочитал, думаю, боже мой, вот это садовод. 70 сантиметров выкопать яму, чтобы сделать прививку в марте. И чтобы в конце концов пришлось к выводу, что мартовская неэффективная. Видите? Ну вот, я в шоке, я этот шок передаю вам. Вот они садовод это. Вот. Сен-Эрлак, как у нас говорят в Украине. Садоводство.